Бизнесмены и учителя, молодежь и пенсионеры. Жертвой мошенничества может стать любой. Сегодня все чаще при совершении противоправных действий злоумышленники обращаются к мобильным технологиям. Сегодня телефон основной хранитель информации. Здесь последние новости, личные фотографии, банковские платежи. Достижением технического прогресса воспользовались злоумышленники. Раз в устройстве есть интернет, украсть все содержимое девайса можно из любой точки мира. Галина Иванова – пенсионер. Два года назад женщина перенесла инфаркт. Обеспокоенная своим самочувствием, приобрела медтехнику в надежде поправить здоровье. Улучшения, к сожалению, не последовало. Зато стали поступать звонки с предложением возместить ущерб круглой суммой. Однако для получения денег нужно внести предоплату гарантию. Я проверила им, послала 15 тысяч. Пошла я на следующий день в банк, и у них, конечно, никакого перевода не было. Потом буквально через неделю мне звонят, вы знаете, что денег нет, мы вам пошлем сертификат. Я написала в эту организацию, кто мне выслал сертификат, чтобы подтвердить действительность этого сертификата. Я написала, что это лип-липовый сертификат, и вы по нему ничего не получите. Неделю назад женщине вновь позвонили. В этот раз из несуществующего банка. Но урок выучен. Бесплатный сыр может быть только в мышеловке. История Галины Ивановой не уникальная. Как распознать афериста? Первое, на что нужно обратить внимание, на такой, знаете, очень слащавый, приветливый голос. Особенно, если звонят по телефону. Желание выстроить взаимоотношения с тем, кто на другом конце провода, очень часто подкупают людей, они расслабляются, теряют бдительность, что самое главное. Теряют критичность. То есть они не задают вопрос, а почему вдруг этот человек со мной приветлив? Может, ему что-то нужно? Популярны среди мошенников и манипуляции с реквизитами зарплатных карт. Злоумышленники по телефону представляются работниками банков и сообщают о подозрительной операции на счету. Для разрешения проблемы запрашивают номер карты, пин-код, одноразовые смс-пароли. Чтобы не попасться на уловку, ни в коем случае не разглашайте конфиденциальных данных. Мобильное мошенничество, как таковой вид мошенничества, он квалифицируется по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо 158-й, в зависимости от состава преступления и суммы. Также может квалифицироваться как административный проступок. В Крыму, к сожалению, мобильное мошенничество имеет большой объем. С каждым годом объем этих преступлений возрастает. Несмотря на разнообразие уловок недобропорядочных граждан, отчаиваться не стоит. Существуют способы обезопасить себя и свое имущество. Сколько существует человечество, столько существуют мошенники. Поэтому, несмотря на то, что мы живем в правовом государстве, несмотря на то, что государственные органы работают, сотрудники спецподразделений и полиция, все это работает, нужно выработать некую внутреннюю установку. Выключать, спросить, где можно удостовериться относительно той информации, которую вы мне рассказываете. После этого эту информацию нужно проверить. После ряда наводящих вопросов лжец обязательно выдаст себя. Проявите бдительность и осторожность. Не перезванивайте на незнакомые номера со странными цифрами. Подозревая, что вас пытаются обмануть, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Ирина Борилюк, Роман Ананев, Утро, Нового дня.